В Твери в седьмой раз состоялся конкурс молодых поэтов «Зелёный листок». Традиционно он проводится в рамках одного из главногородских летних культурных событий, которым является Дементьев фест. Подробности далее. Как и на любом конкурсе, здесь идёт борьба за победу в непростом творческом соревновании. Ведь в этот особняк на улице Андрея Дементьева съезжаются молодые авторы со всей страны. Вот и на сей раз были представлены самые разные регионы. От Донецкой области до Архангела Городчины. Последнюю представляла Ирина Киселёва, приехавшая на «Зелёный листок» уже в третий раз. Он даёт большой опыт в стихотворениях, и каждое стихотворение разбирается по косточкам. Например, первый год я была у Юрия Полякова, и он направил меня, вот какие стихи мне лучше даются, какие нет. Подсказывал, какие темы для стихотворения лучше получаются. Традиционность жюри здесь самая серьёзная. Это отметила и вдова Андрея Дементьева Анна Пугач, выступавшая перед участниками с напутственным словом. Я желаю вам всем подотворной работы в эти дни. Вы знаете, что наши жюри практически неизменны, и они следят так же тщательно и зорко за вами, как вы работаете, что нового пишете. Ну и, конечно же, не обошлось и без прочтения стихов, причём самых разных. Звучала и классика. Как, например, фрагмент сказки о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина. Остров на море лежит, град на острове стоит, за так главной церквами, с теремами-то садами. Поэты постарше декламировали собственные произведения. Пока, может быть, ещё не очень уверенным голосом, зато очень искренне, с душою. Мой город, здравствуй. Ночью был мороз, или от времени твои седеют сосны, а у меня подмерный гул колёсный, с лица летят снежинки вместо слёз, и бездни между лёгких места мало. Её вот-вот затянет чистый лёд. Всё к лучшему. Что касается итогов конкурса «Зелёный листок», то лучше стала Мария Грошева из Тульской области. Специальный приз Российского фонда мира вручили Дарье Битевой из Тюмени.